Значит, когда они вот это вот сделали дело… Ну и хорошее. Не, они сделали хорошее дело, они убили… Ай, это было? Да, 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 да. Ну, понятно, что убийство расценили как хорошее дело трудно, но в данном случае это было хорошее дело, потому что они отстаивали свою свободу, свободу вероисповедания и так далее. То есть, да, вот. Но они четко понимали, что в результате того, что на них, ну, царь им не простит этого, что они его посланника убили, что всех этих людей и так далее. То есть, они разрушили жертвенник, который был там построен, вот. И убили этого офицера, солдат, которые были с ним. И все, что им пришлось делать, действительно, им пришлось уходить, так сказать, говоря нашим языком, в подполье, да. Да. Вот. Значит, они пошли в пустыню, да. И они призвали всех тех, кто хочет пойти с ними, тот, кто верен Богу, верен Тори, чтобы они следовали также за ними. И на самом деле собралась достаточно приличная группа людей, которые вступили в сражение и воевали, да. И это очень достаточно долго происходило все. Ну, мы знаем, что было написано на знаменах Маковеев. Кто помнит? Что было вышито на знаменах Маковеев? Известный такой девиз. Помните? Микамоха белим ашем. Какая сила сравнится с тобой, Ашем, Господь. Некоторые считают, что Маккаби, да, означает молот. И здесь как бы подразумевается то, что Иуда, он был силен, как молот. Короче, в результате, да, возникает, значит, освободительная война, возникает партизанский отряд, и они сражаются. Значит, Иуда противостоит всем этим завоевателям. В конце концов, он завоевывает Иерусалим, и Иуда взял Иерусалим и осветил храм 25 числа до 164 году. Через три года после того, как началось вот это вот восстание. То есть три года продолжалось это восстание. Об этом пишется в 1 Маккавии 4, 52, 59. Значит, в 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, 148 года, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, гусливи и кимвалами. И весь народ падал на лицо свое и молились, и высылали благодарение на небо благоуспешившему им. Так совершили обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы. И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота и хранилища, и сделали для них двери. И была весьма великая радость в народе. И отвращено было поношение язычников. Установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника праздновали с весельем и с радостью в свое время каждый год восемь дней от двадцатого дня месяца Хаслева. То есть, как праздник вообще называется? Ханука. А еще как? Праздник обновления, да. Праздник обновления, праздник света, да. И интересно, что именно этот праздник также упоминается в Евангелии. Помните, да? Вот, как праздник обновления. Значит, Иудеи празднуют праздник Хануки, да, праздник света, или праздник обновления. По-другому еще называют посвящение. Впоследствии происходили также войны против сирийцев. В Самарии и Сирии убийство наместников. Противостояние армии Антиоха и Лисия. Смерть Антиоха в 149 году. Потом Иуда заключает союз с Римом. Иуда умирает. И в это время достаточно, знаете, такая, ну, существует свобода для… Ну, религиозная свобода, свобода для евреев. Сейчас, сейчас скажу. Значит, это произошло в 160-м году. Смерть Иуды. Значит, как происходила смерть Иуды. Иуда Маккаби возвратился в Иерусалим, и чтобы укрепить свою власть, заключил союз с римлянами. Этот неосторожный шаг привел впоследствии к страшным бедствиям. Девизом римлян было «разделяй и властвуй», а это означало настраивать народы один против другого, и, пользуясь их разногласиями, править ими. Поэтому римляне были рады вступить в союз противниками Деметрия, правителя Сирии, и направили ему приказ не воевать против Иуды. Но еще до получения этого приказа Деметрий послал армию в 22 тысячи человек во главе с Баххидом, чтобы отомстить за поражение Никонора. Узнав о столь многочисленном противнике, большинство сподвижников Иуды разбежалось, и с ним остались лишь 800 человек. Они бесстрашно сражались с врагом. Иуда поразил противников на правом фланге, враг отступил, и маковеи преследовали его по пятам. Но на левом фланге сирийцы одолели маковеев и в конце концов добрались до Иуды и убили его. После гибели своего предварителя маковеи дрогнули и бежали. Тело Иуды они унесли с собой и похоронили его в Мадине. Произошло это в 160 году до н.э. Значит, на смену пришел его брат, которого звали Ионатан. Он был правителем, начиная с 160 года после смерти Иуды по 143 год. На самом деле Ионатан, он был больше политиком, нежели воином. И он позволил, чтобы его назначили первосвященником. Это произошло в 153 году. В 153 году его назначили священником. Он позволил, так сказать, он разрешил, чтобы его назначили священником. Ионатан. Ионатан был убит Трифоном. Это был сирийский полководец. Он был достаточно жестокий. И он как бы сказал, что он находится с ними в дружбе. Пригласил Ионатана к себе в гости. И когда тот пришел к нему в гости, он его просто убил. Следующим правителем стал Шимон. Симон. Это последний брат из этой семьи. Он правил 143 по 134 год. Симон или Шимон. Это годы его правления 143-134. После того, когда его брат был убит Трифоном, Шимон занял его место. И что он сделал? Он, знаете, пошел в дружеские отношения с сирийским царем. Это был Деметрий Второй. И Деметрий Второй он сделал Симона или Шимона независимым наместником, передав ему в правление не только уже Иерусалим, но также и крепость Акру. 23 яра 141 года до нашей эры Шимон вошел в Акру и таким образом освободил всю Иудею от иноверцев. Это впервые за долгое время, знаете, страна стала свободной, независимой. То есть над ней не было господства иноземцев. Иера, да. Ну, получается, как бы на самом деле основную победу одержал Иуда. Единственное, какое место это вот эта крепость Акра, она была занята иноверцем. Но вот при Шимоне Шимон смог освободить, ну, с помощью, скажем так, или, так сказать, благословения сирийского царя, да, который сделал его наместником. И он дал распоряжение передать ему крепость эту. Но Шимон захватил эту крепость. И вот после этого за долгий прерыв времени Иудея, вот эта территория Иудеи, которая была, она стала свободной от иноземных завоевателей. О нем говорят, что он был мудрым руководителем и принес своей стране счастье и процветание. Население Иудеи почитало Шимона за его славные дела и подвиги всей его семьи. Народное собрание провозгласило Шимона первосвященником и правителем страны. Это было, на самом деле, впервые, знаете, такое, что… Ну, то есть, как бы, уже мы видели, что были такие моменты, когда первосвященник имел политическую власть, да, политическое влияние. Но в данном случае это было уникально в том отношении, что этот человек, он был провозглашен одновременно и правителем, и первосвященником. То есть, это момент, можно сказать, такой, что он был как и царь, и первосвященник. Поэтому, когда Иисус говорит, да, что он первосвященник по чину мелхиседека, то есть царя, да, можно сказать так, ну, то есть, что он и царь и первосвященник, да, то это уже было не ново. Понимаете, да? Что-то, извините, он же не сам себя думает, а народ, и большая разница между Дианисием и Паном, и скромным правителем Шимона. Что-то, может быть, это тот правительный… Ну, как бы, Шимон, конечно, он, знаете, он именно от того, чтобы его называли царем, он отказался. Потому что он сказал, что он не может принять также титул царя по одной причине, потому что титул царя принадлежит наследникам дома Давидова. Потомкам же Аарона дано в удел священства. Но, в принципе, он был тем и другим, так сказать, хотя он не провозгласил себя царем, но его таким сделали, да. Значит, он окончательно разбил ермо Сирии. В 142 году Израиль обрел политическую свободу. И это было началом века политической независимости. И мы знаем, что потом, позже, Израиль потерял ее снова, эту политическую независимость. И обрел ее в каком году? В 142 году. В 142 году. Ну, вообще, объявлено было, да, в 47-м, да, если так быть более точным. Ну, вот, в 1947. Ну, вот. Ну, мы знаем, да, как бы официально, да, такая, в 48-м год. А вот. Значит, Симон был провозглашен в 140-м году основателем новой династии первосвященников. И династия Хасманеев, она была узаконена, как новая управляющая династия. И при нем, именно при нем, или от него, пришло такое понимание и положение в отношении первосвященника, что первосвященник должен быть по своей сути все-таки политическим таким человеком, то есть иметь стать политического руководителя. Значит, Симон умер, и умерли его два сына. Сейчас, я хочу посмотреть, какой-то год был. Год у нас есть. В 134-м году. Значит, произошло это таким образом. Птолемей пригласил Шимона, супруга и двумя сыновьями, к себе в город, Дог, на пир. И на пире просто убил их. И один сын его, которого имя Иоханан Геркан, это был старший сын, Симона остался в живых. Когда он услышал о смерти отца и братьев, он поспешил в Иерусалим и созвал жителей Иерусалима. Он сообщил им о случившемся. И когда Птолемей подъехал к Иерусалиму, они уже были в курсе того, что происходит, и были готовы. Поэтому жители, они не позволили Птолемею въехать в их город. И Птолемею пришлось бежать в Дог. В конце концов, Иоханан Геркан, он преследовал его и окружил этот город. Но мать Иоханана, она не была убита. Она была пленницей в руках Птолемея. И Птолемей угрожал, что он убьет ее, если Иоханан будет атаковать Дог. И вот его мать, она оказалась очень мужественной женщиной, она обратилась к своему сыну с призывом не обращать внимания на угрозы Птолемея и отомстить за смерть отца и братьев. В конце концов, Птолемей убил свою тещу, теща его была мать Геркана, и бежал. После этих всех событий, в 135 году, до нашей эры, Иоханан Геркан был назначен на пост первосвященника и наместника Иудеи вместо своего отца. Правил он, начиная с 134 года по 104. Вот с ним было вообще интересно. Если отец его отказался от титула царя, то он уже имел двойную власть, как царь и как священник. При нем произошло территориальное расширение. Государство расширилось, в него включилась также и Думея. Идеалы, которым следовала вся семья Маковеев, они были отброшены в сторону. Священники в это время уже были больше заняты политикой, а не религией. И вот здесь у нас появляются в этот период времени на свет известные нам секты. Помните какие основные? Фарисеи, саддуки и есеи. И вот хасмании, они становятся саддукеями, те, которые занимались политикой. Ну, как бы есть разные мнения по поводу того, откуда же появились асаддуки. Я предлагаю более подробно уже завтра мы поговорим об этих трех, ну, сектах, да? То есть, откуда они появились, какие есть впечатления о них и так далее. А сегодня мы немножко еще поговорим об этом гиркане. Значит, сам этот гиркан, он вел так же продолжительные войны. И, как говорят еврейские историки, что он не только защищал народ Израиля, но также и Тору. Но все-таки его основной идеей было то, что он хотел расширить границы своего государства путем покорения соединенных народов, соседних народов. Ну, и ему это удалось. На самом деле, многие были недовольны его политикой и его правлением. То есть, начали подниматься головы таких праведников, которые исповедовали иудаизм, и многим не нравилось то, что он делал. Значит, вот это вот движение саддуки или цаддуким, да, они объединились с еленистами и противостояли людям, которых называли последователем Торы. Это мы говорим о фарисеях, пирушим, да, которые продолжали в то время очень серьезно хранить святость и чистоту еврейского народа. И именно в этот промежуток времени, знаете, народ, он разделяется. Вначале разделяется как бы на два этих лагеря, то есть, пирушим и цаддуким, то есть, фарисеи и цаддукеи. Значит, в это время просто я хочу говорить еще раз завтра по поводу этих всех, ну, больше подробнее, поэтому чуть-чуть еще скажем. Значит, что произошло еще в этот период времени был разрушен Самарианский храм. Это было важным событием. Он умер в 104 году. Как делают заключение, что из-за того, что он не последовал правилам и путями хасмонеев, которые боролись на самом деле не просто за расширение территории, но не боролись за Тору и за свободу вероисповедания, за то, чтобы быть евреем, для того, чтобы можно было следовать заповедям Божьим, то говорят, что он таким образом совершил непоправимый грех. поэтому в результате его победы обернулись в конце концов настоящим несчастьем для еврейского народа. И об этом мы уже будем говорить завтра. Хорошо? Ну все. Пусть Бог вас сегодня благословит. Да, до завтра. А Гиркан был сын Симона? Симона, да. Яханан Гиркан. Это сын был. Я не помню. Я еще не прочитала, но это как-то двигатель на нашей стране. Ну, мама, я думаю. Юда на колене. Юда на колене.